Нижний Новгород готовится к парковому сезону. В автозаводском парке уже заработали аттракционы, их здесь 30. Кстати, в мае парк будет отмечать 80-летний юбилей. В честь этого события каждую неделю будут проходить праздничные концертные программы. Сейчас во всех парках проводятся субботники и реставрационные работы. Мы ремонтируем фонтан, у нас он 45-го года, постройки. Мы его 1 мая должны запустить, сегодня он находится в ремонте, я думаю, что мы с этим справимся. После широкого празднования Дня Победы в Тазауском парке стартует детский фестиваль оркестров, а к юбилею будет заложена аллея из 60 экзотических деревьев, таких как голубая туя, ель, шведский можжевельник, ива и другие. Кроме того, этим летом здесь откроется дельфинарий под открытым небом. Еще один дельфинарий заработает на базе Сорумского парка сразу же после майских праздников. Это московский дельфинарий, просто с шикарной большой программой. На текущий момент уже ведется монтаж самой конструкции. Открытие дельфинарий ожидается летом, а вот уже 1 мая в Сорумском парке появится целый город развлечений. К 1 мая мы планируем запустить конструкцию страха, которая будет сделана по образу зарубежных европейских парков. Большинство городских парков сейчас находятся в стадии активной подготовки к открытию нового сезона, в том числе аттракционно готовятся к технической аккредитации. Новые карусели в этом году появятся только в парке Швейцария, их будет 8. Сейчас проводится монтаж и установка. Наводим чистоту и порядок. На территории нашего парка уже начали работать аттракционно. Все мы уже прошли техническую аккредитацию, полученные документы на использование безопасности. В этот парковый сезон администрации города планируют провести большой театральный фестиваль сразу на всех парковых территориях. Чтобы театральные постановки, которые каждый район, область делал, показать вам. В парке главные места отдыха горожан в весенний-летний период. К слову, в прошлом году в трех основных парках города побывало более трех миллионов нижегородцев и гостей города.